Ротуйте котика! Потушите пожар! Подскажите номер! Ротовальники на Сувязи Час без беги Ну что, распашнёмся статистики, напевно, як заусёды Я догадываюсь, что напевно, есть что расповести Но жаль, надзвычайные здары не отбываются постоянно Да, к сожалению, есть что сказать И несмотря на моё такое праздничное настроение Завтра день рождения Очень весело на душе Но тем не менее Виншивать не будем за годи Да, то есть сейчас очень сложно, наверное, будет говорить какие-то плохие вещи Но тем не менее, начнём За неделю, значит, с прошлой пятницы в Минске Произошло 6 пожаров 21 прочее загорание 1 человек погиб И 5 человек спасены По стране за неделю Произошло 88 пожаров Погибли 9 человек Спасены 23 Ну и о происшествиях Значит, 13 марта Около 6 вечера в Ленинском районе В доме на Лучины 46 На 9 этаже Произошло загорание имущества на кухне А началось загорание буквально от неправильных мер По тушению и загоранию сковородки Вот так Так, цикловый вариант Да, была на плите, значит, сковородка Загорелась А когда проснулся, то комната вся была в дыму Тлел этот самый диван Причина происшествия Неосторожное обращение с огнём при курении 15 марта в обед В заводском районе Очевидец сообщил в МЧС Что на акватории реки Свислыч Тонет человек Вот опять же По прибытии к месту вызова В 20 метрах от берега Глубина в этом месте около 3 метров Спасатели увидели мужчину Который самостоятельно выбраться на берег не мог После того, как работники МЧС его достали Стало известно, что это был рыбак 41-го года рождения Бригада скорой помощи был госпитализирован 15 марта в этот же день Произошло загорание имущества в помещении магазина Повреждено холодильное оборудование Имущество закопчено помещение Но предполагается короткое замыкание электроудлинителя Вот такие вот они бывают опасные на самом деле Так и не скажешь спящего погляда На первый вид очень безобидный удлинитель Но, тем не менее, может привести к пожару Так что, внимание всех слушателей Обращаем на это 16 марта в обед При движении по улице Брелевской Загорелся легкой автомобиль Peugeot 2004 года выпуска Заграние произошло в моторном отсеке Как пояснил водитель Ну, женщина ехала Банально, да Началось задымление, остановилась Сама как бы попробовала что-то предпринять Но попытки были тщетные Пришлось дождаться пожарных В этот же день на Рокоссовского Опять же горел автомобиль Только уже Opel 2001 года выпуска Тоже в моторном отсеке Тоже короткое замыкание И просто еще раз Вот и комбо Аналогичное загорание И прям на Рокоссовского Там же горел Ну, только другой адрес Другой дом Горел автомобиль Опять же Peugeot 2002 года Ну, некий день И горня авто Отромался Да, да И, ну, предполагается Тут или короткое замыкание Или владелицы допускают Поджог Вот такие вот происшествия происходили 17 марта вечером Около 9 вечером Очевидец сообщил в МЧС Что из окна квартиры На четвертом этаже Дома по проспекту Газеты «Звезда» 17 Висит девушка Прибывшие спасатели Выяснили, что девушка Предприняла попытку суицида А в окне ее удержали Мать и сосед Которые не могли ее Втащить обратно в квартиру Ну, работники МЧС Вовремя подоспели Помогли это сделать У КМН с Игитом Так само займается Ну, да, да Конечно Она осталась жива Девушка 18 марта В Октябрьском районе Около часа ночи Жильцы дома По улице Бромзиной 10 Сообщили О запахе дыма Прибывшие огнеборцы Увидели, что из окна квартиры На первом этаже идет дым А в подъезде Очень плотное задымление Выяснилось, что В одной из комнат Горело имущество На площадь 4 квадратных метра В горячей комнате К сожалению В очаге пожара На кровать Спасатели обнаружили Обгоревший труп мужчины 69-го года рождения А с выше расположенных квартир Были спасены 5 человек Из них 3 детей Причина пока что устанавливается Рассматривается Версия причины возникновения пожара Это неосторожное обращение С огнем При коврении Как всегда Погибшим Вот И еще одно Происшествие Которым хочется рассказать Это 18 марта Вчера около полудня В здании технического обслуживания Автомобилей По улице Семенова Произошло Загорание кабины Грузового автомобиля МАЗ 2008 года выпуска Причиной загорания Стало нарушение Противопожарных требований При проведении Огневых работ Вот так Как развивались события Производились Сварочные работы Кабины Этого самого автомобиля Затем рабочие ушли На перерыв Оставив место проведения Сварочных работ Без контроля А тем временем Развился пожар Рабочие Конечно Увидели сами Пытались Ликвидировать этот пожар Но ничего не вышло В результате Кабина выгорела А помещение Закопчено Так Саш Ну дарача Я Як девчина Спытаюсь у тебя Так бы Мовить У капитану А к чему это будет Такое Наивное пытание Я не веду Ты мне менш Мы ведаем Что машина Вельми худко Загорает Загорая И кали машина Загорелась Те есть шансы У ее выжить Ну Чем больше времени Проходит Тем меньше Конечно же Шансов И тут еще Надо обратить Внимание На состояние Огнетушителя Какое есть В автомобиле Если это Литровый И неисправный То конечно же Шансов Практически Ноль Но А если вы Вовремя Увидели Что у вас Начинается Горение Да Там где-то Вы едете Допустим Почувствовали Запах дыма Сразу Сразу Нужно Остановиться Понять Откуда Это дым Схватить Огнетушитель И желательно Чтобы огнетушитель Был где-то Под рукой Потому что Ну Я знаю Люди Как бы Как правило Его хранят Где-то там Возле запаски Я не знаю Но прячут С глаз долой Чтобы Как можно дальше Чтобы он Как бы не мешался Тем более Если он в багажнике Даже Он будет там Кататься постоянно А так Где-то Если подсидение Засунуть То в принципе Его не видно И не слышно А из подсидения И поэтому Если мы вовремя Как бы Предпримем Какие-то попытки Тушения То конечно же Можно самостоятельно Ликвидировать На начальной стадии Пламя Шансы есть В особенности Желательно Чтобы Еще раз повторю Ваш огнетушитель Был рядом Где-то с вами С водительским местом И Ну Хотя бы Не знаю Два литрика Чуть-чуть побольше Ну потому что От неопытности Первый Килограмм Этого порошка Может просто Улететь в воздух Дарача Про огнетушители Сегодня Будем Ахчымысь Так У когости Выиграть его Так С подарунком Да Я приготовил Огнетушитель Так что Я думаю Что Кому-то Он понадобится В машине Пусть второй будет Или Если вдруг У вас нету То Будет у вас Новенький Огнетушитель От МЧС Худенька Распачнем Гульню И Хтости Зможе Выиграть Гэта Подарунок А Пакуль Что Добрая музыка На столичной хвале Протягивается Наш Час Безпеки Март Далее З вами У нас Госяк Проставник Минского Городского Управления МНС Александр Папко Обязали мы Гульню Я думаю Что Можно Распачать Распачнем Так Хучей Больш Часу Для того Кабы Загадаться Подумать Пашкать Могчим Отказ На Пытание Расповедайся Что мы Сегодня будем Загадывать Так Вопрос Как всегда Ничего сложного Нету В нем Вы Завошили Да Приходите Кажут Пытание Завсюду Ничего складанного Нет Один раз Я сказал Что было Сложно Один раз Я так Говорил И там Кстати Когда Было Сложно Очень много Было Всяких Разных Вариантов Ты это Помнишь Я надеюсь Но В этот раз Вопрос Касаем Номера Пожарной Службы Номера МЧС Вот есть Номер 101 Я думаю Все его знают Есть еще Номер 112 У нас Такой Официальный По которому Тоже можно Дозвониться И вопрос Именно О номере 112 Вот Я расскажу Почему Его внедрили Да Ну Во-первых Как бы Беларусь Тут Европа 112 Такой Общеевропейский Номер Вызова МЧС Ну Их Служба Спасения Там МЧС Нету А вот Номер 112 Да Еще К чемпионату Мира По хоккею У нас Был Внедрен И Я хочу Задать Вопрос Вот Какая Дата Была Стартом Введение Вот этого Номера 112 У нас В стране Да Это Легко Очень Гуглиться Я думаю Так что Кто первый То ты В принципе Молодец Я так разумею Что ты Докладно Пытаешься Не только Так бы Мовить Год Так А требовалось Назвать Месяц Там Так Да Есть Конкретно Да День Месяц Все это В свободном Доступе Я думаю Что Таким образом Слушатели Вспомнят Что Номер МЧС 101 И Есть еще Номер 112 Так что Дерзайте Нагадываю Суполка Вконтакте Раздел Паведомлений Туды Досылайте Свои Отказы Той Кто Будет Первый Оттримая От Минска Городского Управления Министерства По Назвычайных Ситуациях Агнетушитель Правильно Я все Расправила Все правильно Да Ну а мы Пока что Протягнем Размову Саша Я думаю Что я буду Не Не Один Кто Заусед Чу Я Зразумела Рекламу Вось Я понял Да Кстати Есть такая У нас Информационно-пропагандистская Компания Она так и называется Не жди белочку Туши окурок И Ну Для того Чтобы привлечь Все-таки Внимание К проблеме Пожаров Из-за Неосторожного Обращения С огнем Прикурения Каждый раз Мы говорим Что Есть такие Возгорания Есть пожары Каждую неделю Они происходят И Целевая Аудитория Этой Компании Это люди Собственно Пренебрегающие Правилами Безопасности И считающие Что Непотушенная Сигарета Это всего лишь Мелочь Которая Не может Привести К пожару Но Просто Сказать Людям Что Что Это опасно Из практики Это не совсем Действенно И Тут Стал вопрос Вот Как Необычно Подать Вот Эту Зловодневную Проблему Чтобы Заинтересовать Эту Целевую Аудиторию И призвать Ее Изменить Свое Поведение Ну И Конечно При помощи Креативных Идей Юмора Спасателей Таким Образом Главной Героиней Новой Компании Стала Белочка И Выражения Вот Эти Белочка Пришла Нижди Белочку Туши Окурок Стали Посылом Этой Компании Вот Ты Спросишь Почему Именно Белочка Да А К чему Воверочка К чему Не зайка Не медведик Я не ведаю Шамут Только Воверка Только Она Ведая Правила Беспеки Альбана Дворот Нет Во-первых Комичность Этих Выражений Она Вот Моментально Включает Воображение И позволяет Ярко Представить Образ Вот Этого Пушистого Зверька Блюстителя Правил Безопасности Ведущих Бои С непотушенными Сегретами Вот У нас Были Раньше Такие Ну И сейчас Можно Встретить Там И Божьей Коровки Знаешь Конечно И все Памяты Да И Вот Они Как-то Остались В памяти И все До сих Пор Помнят Что Божья Коровка Не курит В кроватке И у нее Все В порядке И тут То же самое Как бы Хочется Чтобы у людей Просто Запомнилось Вот это Вот Выражение Что Белочку Ждать Не нужно Как бы Давайте Тушить Окурки Сами Вот Во-вторых Всем известны Ассоциации Которые Как бы Возникают От этих Фраз Так что Не будем Наверное Говорить Какие Именно Они Будут Близки Нам так Показалось Группе Повышенного Риска Людям Ведущие Нетрезвый Образ Жизни Для Которых Покурить В постели И уснуть Это Обычное Дело Ну и Благодаря Такой Легкой Шутливой Форме Форме Слогана Компании Будем Надеяться Будут Сплывать В сознании Если Вот Они Придут В магазин Допустим За спиртным У нас Есть Специальные И Ну там Рекламные Никки И Аудиоролики В магазинах Крутятся Я думаю Что Люди Эти Увидят Что Вот Белочка Задумается И Потом Уже Придя Домой Возможно Потушит Окурок Ну А если Вы Где-то Увидели Все-таки Вот эти Билборды Видеоролики Услышали Аудиоролики То Теперь Вы знаете Что Способ Как бы Чтобы Предотвратить Возгорание И На самом деле Белочка Не придет И не станет Тушить окурок Так что Мы будем сподеваться Что ни до кого Не придет Это Воверочка Так Да И окурок Не придется Тушить Непосредственно Ложку Потому что Все Видают Что Полить Лепше Не Полить А Выходить Так Куда Исти На иншую Территорию На улицу Да Возле подъезда Час Приспешивая Тому Мы будем Худенько Казать вам Стоп Гульня Литерально После песни Назовем Пераможцем Час Без Беги Стоп Гульня Мы кажем Давайте Подводить Выники И Виншовать Наших Пераможцем Дарайше Шма От вас Ты Кто Правильно Отказал И Саша Давай Нагадаем Пытание Расповедем Отказ И я Пасля Расповеду Кто Шестов Пераможцем Так Ну Дополнительный номер МЧС 112 В Беларуси Был внедрен 1 июля 2013 года Вот Фактически За год До чемпионата Мира По хоккею Хотел Именно Этим событием Чуть сбить Слушатели Чтобы они Возможно Написали 2014 А нет Не оттормалось Нет Не получилось Ёсь Конечно Ты Кто Крышку Неправильно Отказал Ты Мне Меньше Шма Ты Кто Правильно Это Зробил Мне Понравилась Дата Конца Света Которая По Календарю Майя Да Вселякая Бывая Что Тут Скажешь Мы Конечно Суеверные Но Не Настолько Чтобы Под Эту Дату Под Эту Дату На Вселя Вы Пад Створить Вось Такий Нумер Так Ну Что У нас Правильных Отказов Шмат На Самой Справе Было Але Першим И Тым Кто Атримая Подарунок Ад Минска Городского Управления Гнитушитель Был Абонент Апашня Лишь Чатыры Девять Пять Виншуем Вас Ну А Жаль Были Уже Не Першим А Другими Пятыми Подарунок У нас Толки Для Первого Абонент 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 Так Самой Отказали Алекс Сергей Владимир И Александр Вось Правильные Отказы Виншуем Вас Ну Паспробуйте Счастикой Что называется Другий Раз И Мах Чама Выграйте Подарунок Админска Городского Управления Як Забрать Яго Для Наших Перамож Расповеду Крыху Пазне А мы Протягнем Тему Саш Я веду Что Ёсть Измены Так У Так бы Мовить Законодавстве Крыху Давай Расповедем Как наши Люди Видали Что Все-таки Изменилось Все Это Да Да Кстати Есть Изменения С 1 марта В кодексе Об административных Правонарушениях И Тем самым Коснулось И Насчет Пожарной Безопасности Вот допустим Если раньше Статья 23.56 Регламентировала Ну Если Там Две позиции Да Два пункта Статьи И Можно было Получить Там Штраф От Предупреждения До 30 Базовых Величин На Физлицо Допустим Если У вас Произошло Какое-то Загорание То Сейчас Чуть-чуть Другая Статья Уже 24.36 Нарушение Требований Пожарной Безопасности По которой Вот смотри Тут очень Интересный Такой Момент Можно Получить Штраф За Нарушение Требований До Пяти Базовых Величин Но Если Требований Пожарной Безопасности Повлекли Возникновение Пожара И Уничтожение И повреждение Чужого Имущества Ну Санкции Этой Статье Предусматривает До 30 Базовых Величин И Есть Еще Одна Такая Статья 7.4 О Наложении Административного Взыскания При Совершении Нескольких Административных Правонарушений И По Совокупности Вот этих Допустим Двух Статей Если Вдруг Возник Пожар И Повреждение Чужое Имущество Допустим Соседняя Квартира То Тогда Санкции Этих Двух Статей Суммируются И Вы Можете Получить Вместо 30 Как Ранее Было В Прошлом Коапе Базовых Величин То Сейчас Максимальный Порог 35 Базовых Величин Так что Нужно Всегда Задумываться О Теперь Можно Отроматить Две По Совокупности Два Штрафа Получить Один Штраф Но Он Будет Суммироваться Что Тут Додоси Конечно Самая Головная Беспека Не Забывайте Очень Обидно Будет Если По Вашей Вине Человек Выпил Закурил И Возник У него Пожар Мало Того Что У него Сгорел Диван Допустим Ну И Если Будет Закопчена Соседняя То Тогда Придется Ответить За это Так Само Это Складняется На Того Почей Вине Отбылся Пожар Кляжу На Наш Годинник Разумею Что Шмат Темы Не Успели Поднять Но Я думаю Что Наступным Разом Докладно Расповедем Дякую Табе За Историю За Парады Спадяюся Что Хатя Один Человек За Натую Все То Это Уже Будет Вельми Важно Нагадаю Что Нашей студией Был Представник Минско-городского Управления Министерства По надзвучайных Ситуациях Александр Попко Так Само С вами Была Марта Худалей Хусим Пакуль